Давайте скажем прямо, сегодняшний режим в Соединенных Штатах Америки демократии можно назвать очень условно. Тот спад, который им ждет сейчас, спад уровня жизни населения, наши страны пережили в 90-е годы. Что касается сегодняшней ситуации, то, в общем, экономика России и Беларуси фактически представляет собой ледяный кластер. Их экономическая система рассыпается у нас на глазах. Темпы нарастания экономических проблем и разрушения вот этой вот Бреттон-Вудской системы долларовой, причем даже не столько в ее финансовой части, сколько в ее политической части, оно просто стремительно. Не будет зоны евро, потому что Евросоюз распадается, и это уже очевидно. Михаил Ильич, рад приветствовать вас. Два года, как началась СВО, это событие разделило, наверное, мир для очень многих, как минимум на до и после. Если говорить об экономике, нашей экономике, и России, и Беларуси, то вот это после, оно какое, на ваш взгляд? Ну, во-первых, экономика в Беларуси и экономика в России – это две большие разницы. Объясню, что я имею в виду. Беларуси есть инвестиции в реальный сектор очень большие, эффект мы видим. Собственно говоря, Беларусь же показала выдающийся совершенно результат. Она продемонстрировала, что в 90-е годы и 2000-е, что можно провести модернизацию без экономического роста. Вещь, которую на Западе считали невозможной. Да, конечно, у Беларуси был рынок России, но представьте себе на секундочку, что такую же политику проводила бы Россия со своим рынком внутренним и со своими запасами углеводородов. По этой причине, в общем, опыт Беларуси в этом смысле нужно, безусловно, изучать. Я думаю, что в нынешней ситуации, санкционной, России очень внимательно следует к этому опыту присмотреться. Хотя, да и я должен сказать, что делает это пока Россия крайне не вне. Если мы будем говорить об экономическом росте, то там тоже была замечательная история. Потому что либеральная общественность, контролирующая и экономический блок правительства, и финансовый, тем более с Центробанком и Минфином, в 22-м году демонстрировали, что на фоне санкций в России экономический спад. Тут я сделаю себе комплимент, поскольку я первым сказал, что в результате вложений в оборонку в России может начаться экономический рост в 23-м году. В январе, в послании, или в начале февраля, не помню, в послании об этом сказал президент. И сразу же после этого либеральное правительство этот рост увидело. Отметим, кстати, еще одну очень важную вещь. Ровно потому, что инвестиционная составляющая в российской экономике отсутствует в составе денежной массы. Это вложение в оборонку привели к снижению инфляции. Ну, что касается сегодняшней ситуации, то, в общем, экономика России и Беларуси фактически представляет собой ледяный кластер. Хотя контроль за инвестициями в реальный сектор в Беларуси остался. В России ситуация иная. А с точки зрения Запада, то, что происходит в России, непонятно. Ну, как о санкции где-то. Они не понимают базовые вещи. Дело в том, что экономика России, она все-таки преемница экономике СССР. И по этой причине это экономика реального сектора. Экономика Запада уже много-много десятилетий экономика финансового сектора. И санкции в основном направлены на финансовый сектор. Это в Соединенных Штатах Америки и на Западе банки – это ближайшие друзья предприятий, потому что они их все время кредитуют. В России банки – это главные враги предприятий. Они вытаскивают из них прибыль. И по этой причине санкции на банки, предприятия и так выкручивались без кредитов. Ну, или как бы хитрыми способами. Но они и дальше выкручивались. И в этом смысле им-то что? Но я хочу сказать, что результатом экономическим стало то, что прибыль, которую получает банковская система, в России выросла практически в три раза. При этом обратно в реальный сектор она не возвращается. То есть, с моей точки зрения, в этой ситуации нужно объявлять налоги на сверхприбыль финансовой системы, брать ее в бюджет и вкладывать в реальный сектор. Раз уж банки сами этого делать не могут. Но там есть на самом деле и нежелание. Кроме того, увеличился вывод капитала. И это, кстати, тоже очень поддерживается денежными властями. То есть, центральным банком. Вот, собственно, та картинка, в которой мы живем. В России существует мнение. Я не являюсь политологом. Я не являюсь кремлевским инсайдером. Поэтому я в данном случае высказываю мнение чужое. Что по итогам выборов. Или уже как бы инаугурации, которые будут. Выборы будут в марте. Инаугурация в мае. Что по итогам этих процессов ситуация изменится. И как бы произойдут радикальные изменения. Посмотрим. Я не знаю. Я склонен считать, что это теоретически возможно. Хотя, может быть, не так быстро, как некоторым хочется. Но сейчас я точно понимаю, что надо очень усиливать логику союзного государства. Благо сейчас именно Лукашенко является его лидером. В частности, например. И это очень, как мне кажется, важная вещь. Надо создавать независимую от российского телевидения систему информационного обеспечения союзного государства. Вот эти все, я уже, наверное, многие сбились со счета, ну, 13-й пакет санкций ЕС сейчас одобрил. Штаты грозят тоже новым пакетом санкций. То есть, по большому счету, это все нам, как говорится, как мертвому припарка. Нет, разумеется, это неприятно. Это создает целую кучу проблем. Ну, тут нужно понимать, что под западной системой лежит колоссальная, совершенно дикая просто по масштабу пропасть. Их экономическая система рассыпается у нас на глазах. Значит, теорию этого процесса, ну, в черне она была написана в нашей книжке с Андреем Кобяковым еще 2003 года. 20 с лишним лет прошло. В более, так сказать, законченном варианте это моя книжка 19-го года. То есть, это реально вопрос только в одном. Мы свалимся вместе с ним, или мы попытаемся создать свою систему, которая выскочит. Вообще говоря, возможности для этого есть, прежде всего потому, что тот спад, который им ждет сейчас, спад уровня жизни населения, наши страны пережили в 90-е годы. То есть, вот сверхпотребление двух сверхдержав СССР и США завершилось тем, что в СССР оно закончилось, это сверхпотребление. США осталось. Более того, они его пытались наращивать. Не очень получилось, но попытки были. В результате они нарастили сверхкапитализацию отдельных IT-компаний. Ну, вот сейчас это вот все рухнет. И что они будут делать дальше, я не знаю. Мы это очень хорошо видим на примере всякого рода оборонных проблем. Соединенные Штаты Америки, вот как бы главный урок для США с точки зрения специальной военной операции. Они обнаружили, что восстановить свой промышленный сектор на базе внутреннего рынка они не могут. Что бы они ни пытались сделать, деньги в инвестиции в реальный сектор не идут. В Европе, в Западной Европе вообще идет деиндустриализация откровенная. В Соединенных Штатах Америки уже два года идет спад. И прежде всего за счет реального сектора. Отметим, что они этот спад скрывают. За счет чего? Они включают в ВВП разными бухгалтерскими приемами капитализацию финансовых активов. По мере развития финансового кризиса это все рухнет. А что дальше? А дальше будем посмотреть. В общем, я думаю, что жизнь будет очень веселой. Как минимум. Мы как-то с вами говорили о долларе и о его судьбе. Как раз уже затронули Америку. Она, собственно, на нем-то и держится. Как считаете, сколько ему еще жить-то? Доллар останется. Уж коли останутся Соединенные Штаты Америки. Не в том виде банкноты, которую, допустим, любой из нас может использовать как разменную. Проблема не в банкнотах. Проблема в мировой системе финансовой, которая основана на долларе. Вот эта система рушится уже. И если говорить о том, когда она рухнет окончательно, это будет долгий процесс. Я напомню, что рубль вышел из оборота многих стран постсоветских где-то к середине 90-х. Это все очень длительный процесс. Его нельзя вот так сходу сказать. Раз и все. Поэтому я бы сказал так, что очень мощный толчок к этому процессу будет по мере обвала финансовых рынков. Если мы посмотрим сегодняшний шаг, то университетическая точка, по мнению российских экспертов, где-то в апреле-июле. В общем, в конце весны, начало лета. Потому что закончатся свободные деньги, которые они сегодня пылесосят с рынка для поддержания дефицита бюджета. Остановить, уменьшить дефицит бюджета нельзя, потому что предвыборный год. Ну и тем более степень накала отношений в политической сфере Соединенных Штатов Америки, он уже явно превысил все допустимые возможности. В результате мы получаем замечательную картинку. Что где-то к середине лета, самое позднее, Соединенные Штаты Америки должны будут возобновить эмиссию для поддержания финансовой системы. То есть, это резкий рост инфляции. И обвал финансовых рынков. У них есть другие варианты? Ведь я не думаю, что кому-то перед выборами это выгодно. Вариантов нет. Денег нет. Но вы понимаете, вы не можете продать облигации. Потому что у людей нет денег. Просто их нет. Они их покупать не будут. Банки тоже покупать не будут. Потому что у них тоже нет денег. Им деньги нужно дать. Что это говорить о Британии? Как об отдельном каком-то игроке в этих процессах? Ну, международных. Британия, вне всякого сомнения, является игроком в политическом процессе. Но она уже не является игроком в экономическом. Знаете, кого она мне напоминает? Она напоминает последние пару веков существования Византии. Это было очень маленькое государство. С очень маленькой экономикой. Восстановленная, значит, после. Которая, в конце концов, была ликвидирована османами. Но, и это самое интересное. Она эти два века с лишним держалась только на политических технологиях. На старой политической культуре. Вот фокус состоит в том, что Великобритания – это страна, которая держится на старой политической культуре. Экономики там нет. Если говорить об экономике. То есть, сегодняшняя мировая экономика – это две страны. Это США и Китай. Это две стороны одной монеты. В обеих странах очень серьезные структурные искажения. 25%. То есть, и в Соединенных Штатах Америки, и в Китае уровень внутренней поддержки экономики, эмиссионной по сути, составляет 25% от ВВП. Это невероятно много. И это примерно в полтора-два раза больше, чем тот структурный кризис, который вызвал кризис 30-32 годов, 1930-го, и последующую Великую депрессию. Отметим, кстати, что современная экономика, вообще говоря, современная социально-политическая система, вообще говоря, не выдерживает кризисов такого масштаба. Это не значит, что исчезнут государства. Это значит, что изменится политическая модель. В Соединенных Штатах Америки может начаться гражданская война, может начаться очень жесткая диктатура. Давайте скажем прямо, сегодняшний режим в Соединенных Штатах Америки демократии можно назвать очень условно. Там просто что-то невообразимое. История с судебными процессами против Трампа, с судебными процессами против тех, кто был в Капитолии, когда в 20-м году, в 21-м году. Это было, не говоря, 21-го года. Ну и так далее и тому подобное. То есть, все это выглядит просто фантасмагорически. Люди, которые помнят Соединенные Штаты Америки, грубо говоря, начало 90-х, они просто приходят в ужас. Что касается всего остального, я уже говорил о том, что будут региональные центры силы. При этом, по крайней мере, два центра силы из тех, которых мы писали в 2002-2003 году с Андреем Кобяковым, их, скорее всего, не будет. Не будет зоны евро, потому что Евросоюз распадается, это уже очевидно. Не будет, скорее всего, латиноамериканской зоны. Ну, потому что, как бы, логика превалирования маньяны, она стала о себе знать. То есть, объявили о создании единой валюты Аргентины и Бразилии. Если бы они это сделали пять лет назад, к сегодняшнему дню бы это сделали, они бы, конечно, создали бы латиноамериканскую валютную зону. И жизнь там была бы совершенно другая. Но они, значит, ушами хлопали, объявили, но ничего не сделали. В результате в Аргентине пришел к власти достаточно специфический человек. При этом он, как бы, кое в чем очень хорошо управляемый. Потому что, например, идея отобрать у Великобритании Мальвинские острова, она очень такая богатая, и она явно идет в пользу Соединенных Штатов Америки против Великобритании. Поскольку политические игры Великобритании во многом построены на увеличении проблем Соединенных Штатов Америки. Поскольку что-то получить сегодня Великобритания может только путем откусывания у Соединенных Штатов Америки. Ну, вот они как бы этим и занимаются. Они все время размазывают Соединенные Штаты Америки по земному шару. То есть, США сейчас надо сконцентрироваться на отъеме у Китая рынков Юго-Восточной Азии. Вместо этого им все время устраивают то, соответственно, Украину и не дают закончить Украину. Обратите внимание, Соединенные Штаты Америки хотят закончить. Ну, скажем так, элиты хотят закончить. Байден не хочет, но совершенно по личным причинам. А то, значит, Венесуэла с Гаяной. Дальше, соответственно, Хамас нападает на Израиль. При том, что боевиков Хамас практически наверняка готовили британские инструктора. Ну и так далее и тому подобное. Все это создает очень специфическую ситуацию. Посмотрим, что будет дальше. Но у меня было глубокое убеждение, что или Соединенные Штаты Америки... Я написал, когда я про это писал где-то год назад, может быть, чуть больше, то я говорил о том, что у Соединенных Штатов Америки время есть до середины 2024 года. Если они не начнут операцию в Юго-Восточной Азии, то они уже этого не сделают никогда. Сегодня, похоже, все игроки западные опоздали. Знаете, это ощущение довольно часто бывает. У нас еще есть время подумать и решение откладывать. У нас еще есть по крайней мере три месяца. У нас по крайней мере месяц. У нас еще есть по крайней мере полторы-две недели. И в тот момент, когда вы наконец собираетесь и говорите, ну, начинаем, в этот момент кто-то встает и говорит, вы знаете, критическая точка была две недели тому назад. Потому-то, потому-то и потому-то. Знаете, вы можете сейчас уже делать что угодно, прыгать там еще чего-то, но вы уже ничего сделать не можете из-за того, что... Вот эта вот ситуация опоздали все. То есть Великобритания добилась своего Соединенные Штаты Америки, не начали. Сама Великобритания тоже ничего не может. Но я приведу только один пример. Это то, что называется риторический вопрос. Сегодня в Красном море находится американский авианосец и другие корабли других стран мира. А вы уверены, что у хуситов нету гиперзвуковых ракет? Вот я про то говорю. Еще раз говорю. Это риторический вопрос. Я не знаю. Но если они есть, для того, чтобы вывести авианосец из строя, нужна одна гиперзвуковая ракета. А есть мнение, что для того, чтобы потопить, нужно две. Понимаете, если вы выведете авианосец из строя, американцы это не скажут. Он просто уйдет. А вот если вы его потопите, или если вы потопите не какой-нибудь там транспортный корабль, а эсминец или даже крейсер, вот это будет очень сильно. И я могу вас уверить, кстати, это будет сильнее, чем там какой-то обвал на финансовых рынках. Потому что все уже поняли, что ключевой элемент сегодня это не финансы, а прямая военная сила. Ну и последнее. Если у вас беспилотник может прилететь на американскую базу в Ираке или в Сирии, что мешает беспилотнику пролететь на американскую базу в Германию? Взял и прилетел. Или на британскую базу в Гибралтаре. Представляете, из Сахары пролетел беспилотник. Как? А кто его знает? А если он летит на высоте 20 метров над Средиземным морем, его радары не возьмут. Ну, вариантов здесь, да, очень много. Наблюдаем за тем, что происходит на территории Украины. Насколько там все вообще уже решено? А с точки зрения того, что вот вы говорили о Соединенных Штатах, те 60 миллиардов, о которых там что-то много-много говорили, сейчас раз... Да, это уже все. Роль не играет. Нет. Эта тема закрыта. Сегодняшняя тема, которая сегодня, она звучит иначе. Западной Европе будет предложено защищать себя самостоятельно. Западная Европа может выдать на линию боевого соприкосновения максимум 300-350 тысяч человек. Ну, 400. Это означает, что они должны стоять в самом узком месте Европы. Между Балтикой и Альпами. То есть это возвращение границы 1945 года. Возникает опасность, что при этом будет с Польшей, с Румынией, с Болгарией и некоторыми другими странами. Ну, потому что Венгрия и Словакия себя уже... Ну, не то чтобы обезопасили, но более того, Венгрия уже точно объяснила, что она хочет. Она сказала, мне нужна Трансильвания. Мне нужна часть Закарпатской области. Мне кажется, все вот эти действия Орбана, которые по-разному оценивали, они были как раз-таки на этой направлении. Совершенно верно. Но есть еще одна маленькая деталь. Он говорит, Венгрия всегда была морской державой. Для того, чтобы Венгрию выйти к морю, надо ликвидировать Хорватию. А я могу вам сказать. Вот представьте себе на секундочку, что в результате распада Евросоюза Венгрия и Сербия решат, что надо Хорватию ликвидировать. Ну, заодно Сербия и Боснию, и Герцеговину возьмет под контроль. Сербов нет. Ну, да, потому что у нее отобрали Черногорию. Ну, в Черногории, как известно, 80% населения поддерживает объединение с Сербией. Там население одно и то же. Одни и те же люди. Как только будет снесено вот это либеральное правительство, этот вопрос будет решен. Но там очень тонкая полоска. В Боснии вот эта вот хорватская полоска между морем и горами. Вот это вот. Ну, а дальше все понятно. Вот тот материковую часть. Хорватия же как буква Г. Вот эту материковую часть с северным выходом к морю захватит Венгрию. А прибрежную основу этой буквы Г захватит Сербия. И все. И никто и ничего не будет. Никому ничего не будет. Еще раз. Орбан впрямую сказал о том, что ему нужен выход к морю. Это как бы не кровавые тираны Путин с Лукашенко. Это Орбан сказал. Дальше, соответственно, начались уже разговоры в Германии. Чтобы сказать, Силезия-то. А почему она в Польше? Это опять-таки кровавый тиран Сталин подарил Польше Силезию. С этим безобразием надо кончать. А дальше вопрос с Данцигом, который по недоразумению называется к Данцигом. Ну вот, понимаете, это же не мы придумали. Это все вылезает естественным образом из того, что они решили, что послевоенные границы неправильны. Но, ребята, кто больше всех выиграл от этих послевоенных границ? Еще один пример. Это я лет 6 назад, 7, был в городе Гродно. Лекцию там читал. Я рассказывал про то, как могут измениться границы во Восточной Европе. Прежде всего, я там объяснил, почему они должны измениться. Это объективная потребность. Почему? Потому что современные политические элиты в странах Евросоюза, они насквозь либеральны. Там нету нелиберальных сил. И нелиберальные силы выиграть выборы не могут, потому что у них нет политических машин. То есть, у них проблемы. А если вы меняете границы, то либеральные политические машины разрушаются, у всех равные условия. И тогда либералы все проигрывают. И поддержка населения, которая там от 70 до 90 процентов у консервативных сил, оно, соответственно, очень сильно выигрывает. В Польше либералов максимум 30 процентов. Даже в Польше. Поэтому границы нужно менять. А дальше вопрос. В силу того, что локальным геймоном здесь является Россия, выиграть в результате нового изменения должны те, кто к России относится. Хорошо. А проиграть те, кто к России относится плохо. Вот картинка. Которая на сегодня, не то чтобы она точно будет, но вот туда все идет. Изменение границ в Восточной Европе. Еще раз. Под этим объективное экономическое обоснование. Потому что для того, чтобы изменить экономическую политику, нужен приход к власти новых политических элит. А для этого нужно снести либеральные политические машины, для чего нужно изменение границ. То есть все будут за. Вот. Ну, а дальше уже все понятно. Вот. И в этом смысле я крайне пессимистически смотрю на будущее государства Украины. Кстати, приход в Словакии Фитца дает четкий ответ на вопрос, что делать со Львовом. Знаете, отдавать Львов полякам нельзя. Поляки решат, что они выиграли. Вот нынешние либеральные элиты в Польше. Что делать? Венгров во Львове нет. Тут как бы за Карпатами, по эту сторону Карпат, венгров нет. Я знаю теперь, что нужно делать. Львов нужно отдавать Словакии. И вот тут никаких проблем не будет. Ну, то есть, кого-то, может, и будут. А бандеровцы, ну, пускай что хотят, то и делают. Нам-то что. То есть, в общем и целом, радикальные изменения, которые сегодня происходят в мире, они для Восточной Европы точно совершенно выразятся в изменении границ. Я хотел бы понимать, у нашей ли это жизнь не произойдет. То есть, мы вот так часто говорим о каких-то процессах, которые где-то выглядят пугающими, где-то, наоборот, привлекательными. Но редко определяем, ну, хотя бы примерные временные такие лаги, когда это может быть. Ну, если говорить о темпах происходящих событий в экономике, то я думаю, что это перспектива двух-трех лет. Не больше. То есть, еще пять лет назад, нельзя было сказать, это будет в течение десяти лет. Сегодня уже понятно, что осталось два-три года. Потому что темпы нарастания экономических проблем и разрушения вот этой вот Бреттон-Вудской системы долларовой, причем даже не столько в ее финансовой части, сколько в ее политической части. Оно просто стремительно. Но, еще раз, логика была описана уже давно, еще там 20 с лишним лет тому назад. Но, как всегда это бывает, теория, она ничего не говорит о времени. То есть, когда это будет, непонятно. Вот сейчас уже становится ясным, что времени... То есть, вначале все шло сильно медленнее, чем хотелось. А сейчас все идет сильно быстрее. В связи с этим, допускаете ли вы в каком-то обозримом будущем, опять же, встречу лидеров наподобие Ялтинской конференции? Если вы посмотрите на крупные войны в мире, то вы увидите, что они всегда завершались международными конференциями, на которых принимались решения. Как жить дальше? Поэтому конференция будет точной. А просто, кто в ней будет участвовать? Уже понятно, Евросоюза не будет. Ну, вот до выборов и в России, и в Америке, я думаю, точно нет. Я считал, что это может произойти еще в 23-м году. И более того, если бы в 20-м выиграл бы Трамп, так бы это и произошло. Сейчас уже понятно, что этого не будет, что конференции будет после. Но и также понятно, что были надежды на то, что конференция предотвратит хаос. Теперь понятно, что она будет после начала хаоса. Ну, в западном мире. Ну, вам их жалко. Мне нет. Как они к нам относятся, как к еде, то, собственно, чего нам-то их жалеть. Давайте так. Как вам последний троллинг, по-другому не знаю, как это назвать, Путина американцев? В одном из интервью, помните, Блинкин наш человек. Но он близок к провалу. Ему надо быть осторожнее. Вы знаете, так жизнь сложилась, что я довольно хорошо знал Путина, когда он работал в администрации у президента. Задолго до того, как он вообще даже подумал о том, что он может стать главой России. И как человек, который его хорошо знал, я могу сказать, что он совершенно человек с феерическим чувством юмора. Первое время, когда он был президентом, было просто видно. Он иногда просто вот себе чуть ли не руками рот затыкает, чтобы не сказать лишнее. А сейчас он, похоже, стал иногда давать себе волю. Понимаете, когда вы на протяжении нескольких поколений ставите на посты людей, в которых нет образования своего мнения и им хотя бы минимального умения принимать решения, то в результате происходит стремительная деградация всей политической машины. Ну вот на западе эта машина деградировала. То есть, грубо говоря, такие они все сейчас, что там не шутить невозможно просто получать. Конечно, да. Ну то есть, нельзя это воспринимать всерьез. Вот вы понимаете, когда мне, соответственно, руководитель внешней политики Евросоюза начинает говорить, ну хватит обсуждать, надо уже что-то делать, то я вспоминаю историю со своими, значит, интеллигентными математическими школьниками, которые два с половиной часа сидели в неком домике, и каждые 10 минут кто-нибудь говорил, ну давайте пойдем за грибами в лес. До леса 50 метров. Ну давайте сейчас встанем и пойдем. Ну собрались и встали. Ну, соответственно, сейчас давайте. И так два с половиной часа. То есть, я на все это дело посмотрел, я ушел, я пошел в лес, я собрал грибы, я вернулся. А они продолжали, вот это вот то, что мы видим сегодня. И при этом у них еще и нет реального ресурса. Они тут говорят про армию Евросоюза, про еще про что-то. Ребята, кто у вас воевает? Скажите. Кто у вас будет воевать? Ну, захотят найдут, я думаю, вопрос действительно сколько или качество этих людей. Но это уже другая тема, как мне кажется. День защитника Отечества и в Беларуси, и в России. Но вот как многие говорят, и я тут поддержу и соглашусь, что последние, особенно пару-тройку лет, этот праздник наполнился новыми смыслами. Сейчас для всех это стало важным днем, потому что все поняли, что Отечество надо защищать. А вот ощущение, что все хорошо, мы влились в цивилизованный мир. Но я-то всегда достаточно скептично относился к этой мысли. Но значительной части населения эту идею не то чтобы удалось привить. Они, по крайней мере, ее стали воспринимать как нечто имеющее смысл. Но сегодня-то уже все понятно. Спасибо вам огромное. Удачи. Всего доброго. До свидания.